приветствую всех сегодня у нас пополнение линейки ножей от компании microtep и это модель под названием соком и давайте начнем как всегда с упаковки штрих-код название ножа соком элит т-дроп и стандарт 161-1 и комплект стандартный буклет пакет где помещается нож и давайте по ножам получили три модели немножко между собой отличаются видим это в форме танта с обработкой сатин black coating dlc в коричневом цвете также форме танта и drop point у всех ножей прямые спуски везде видим это непривычный уже нам до фронтальный выброс боковой замки liner lock давайте начнем с корпуса идет анодированный алюминий путем фразировки все как всегда идеально очень цепкие вставки из кротона клипса на осевом узле крепится на ней имеется маркировка с логотипом и надписью компании два шпинька под правую левую руку и видим как они тоже выполнены четко без излишеств видны пирамидки и вообще эти шпиньки они прям цепляются в палец очень четко стоит немножко буквально поддеть как нож вылетает причем не сказать что он вылетает молниеносно да здесь нету какие-то каких-то дополнительных ассистов спидсейфов но за счет того что сам клинок нелегкий нож в принципе достаточно толстый сейчас характеристики перечислим попозже но даже наверное не убирая его в руки визуально видно что нож достаточно и смотрится и на ощупь также массивен и за счет этого за счет веса клинка клинок здесь статьи по толщине 48 до практически пятерка и надо полагать придает определенный вес и за счет этого веса он буквально очень динамично вылетает но видно что я совершенно не придаю никаких усилий стоит просто толкнуть чуть-чуть как он извлекается из корпуса на ура спуске в ноль сведение порядка наверно ну я не знаю трех обработка здесь видим сатин еще они немножко разнятся по стали эти ножи то есть в танто форме идет в 390 бюллер в дроппоинте масс моделька с стали сетец 204 пи ну эту сталь принято называть немножко современная она считается чуть-чуть получше но в принципе сегмент у них одинаковы ну давайте по характеристикам общая длина ножа составляет 229 миллиметров клинок 102 миллиметра в корпусе 127 по обуху повторюсь уже ранее говорили 4 и 8 ширина клинка 35 миллиметров сталь ну и 390 или стес 204 пи с твердостью 60 62 по роквилл ну и обработка сатин и делать секунд по форме танта либо друг поинт шпеньки подобие руки по извлечению и замок здесь лайнер лог без данных ножей кстати 150 граммов плюс-минус 5 граммов и давайте покажем как выглядит он вблизи в коричневом цвете и здесь а про стеклобой до забыли он здесь присутствует закаленный шарик выполнен аккуратно и имеет стерлячное отверстие по корпусу он очень просторно то есть если разложить нож с внутренней части видно что здесь ничего лишнего все насквозь видно все легко лайнер прячется в проеме лайнер лог кстати имеет металлическую вставку и которая крепится здесь с обратной стороны болтом не это пластина непосредственно и замыкает сам клинок в разложенном состоянии но в сложенном видим основании отверстие которых которые западает лайнер не давая в таком положении раскрыться ножу удобен нож прекрасен на вылет ну вот видно немножко чуть раз и он вылетает прям на ура оригинальная клипса надежная так вот бэкспейсера нету бонок нету две противоположные стороны между собой связаны и к чему потому что легко помыть почистить смазать и так далее несмотря на высокую цену прекрасную сталь нож вполне рабочий его берут не только в коллекцию но и для полной загрузки нагрузки и так далее ну наверное мы приблизили к концу к совершению показа всем спасибо за просмотр будем стараться добавлять и пополнять все самое интересное ну и пишите комментарии всех благодарю за просмотр и пока пока